Почтение и уважение, дорогие друзья! Продолжаем восстанавливать станок 1D601. Именно такая модель станка у меня. Сегодня снимем патрон, облагородим его и поставим назад. Может быть что-то подправим, если нужно будет. В общем, в процессе посмотрим. Сразу извиняюсь за голос, немного буду гундосить, поскольку отвыкаю от капель для носа. Привык я, что наркоман, блин. Страшная фигня. Я вообще считаю, что эти капли надо продавать только по рецепту, поскольку привыкание к ним просто дикое. И потом мучаться, отвыкать от них, это просто какой-то кошмар. Ну ничего, говорят, через неделю оно все попустит нос. К делу, к делу, вперед! Патрон токарного станка закреплен на шпинделе посредством планшайбы. Сама же планшайба накручивается на шпиндель за счет резьбы М27. В первую очередь отвинчиваю три стопорных винта. Дабы упростить мероприятия по отвинчиванию винтов, нанесу на них кецек химии. В данном случае речь идет о преобразователе ржавчины Тамак. Средство, честно сказать, очень напосредственное. Но в некоторых случаях оно действительно приходит на помощь. Словно чип и дейл. Ухватившись с обратной стороны шпинделя газовым ключом, откручиваю патрон. Поскольку нумерация кулачков на патроне отсутствует, наношу ее с помощью борфрезы с алмазным напылением. В последующем светлом будущем такая маркировка здоровецки облегчит процесс сборки. Вообще, конечно, странно. Я, честно признаться, думал, что нумерация кулачков присутствует абсолютно на всех токарных патронах. Но видно это не так. Да, немного ввел вас в заблуждение. Маркировка все же присутствует. Просто она очень мелкая и скрывается под достаточно обильным слоем саломасло-грязевого покрытия. Снимаю планшайбу. Для этого достаточно открутить три болта М10. Шайба, конечно, в страшном состоянии. Мне вот интересно, как можно было ей нанести такие повреждения. Такое предчувствие, что бывший владелец лупашил по этой планшайбе молотком. В порыве ярости, когда не получилось выточить какую-либо деталь. Но это мое предположение. В общем, привожу ее, то бишь планшайбу, в порядок. Повреждения убрать мне не удастся, к сожалению. Но вот эстетику поправить мне вполне под силу. Планшайбу слегка облагородил и теперь же настал черед самого патрона. Для начала произвожу его разборку. Операция очень проста и в детальных комментариях с моей стороны не нуждается. Операция очень проста и в детальных комментариях с моей стороны не нуждается. Операция очень проста и в детальных комментариях. Закидываю все составные компоненты в емкость и заливаю уткой. По моему опыту, это лучшее народное средство, разъедающее ржавчину. Немного тысячные наждачки, немного войлока и порядок. Ржавчина уходит на глазах, что не может не радовать. Замечательное средство, я вам скажу. И вот в чем парадокс. Вот где еще скрывается нумерация кулачков. Видно, да? Первый вот. Второй. А я думаю, где оно, что оно? Ну ничего. Опыт, дело наживное. Да, кстати, когда пользуетесь вот этим утенком, желательно руки защищать. Ну, перчатки кинуть, а одеть. Ибо химикаты агрессивные. Вполне возможно аллергическая реакция. У меня этой самой аллергической реакции нету, но риск есть. Поэтому лучше перебдеть, нежели недобдеть. А вон, смотрите, как винтик вычистило. Разъело все. Нульц. Нульц и все. Было бы, конечно, классно полностью все покрыть. И дать ему минут 10-20 постоять. Но утка закончилась. Все, что есть. Зубья сателлитов прочищаю алмазной насадкой. Сильно не прижимаю, дабы исключить возможное повреждение. Грязи достаточно много. Я вот думаю, что, наверное, все-таки лучше было бы замочить сию деталь в ржавчино-разъедающем растворе на сутки, а то и на двое суток. Так бы было бы получше. Но ничего. Также на одном из сателлитов отрезным диском произвожу несколько неглубоких, но самое главное, видимых пропилов. Так нужно. Скоро объясню зачем. Скоро все поймете. Собираю все обратно. Устанавливаю в корпус спиральный диск и сателлиты. При энтом сателлит с надпилами устанавливаю вместо так называемого нулевого кулачка. Меченый сателлит очень хорошо заметен. И в ходе эксплуатации я никогда его не спутаю с другими сателлитами. Я думаю, это понятно. Завинчиваю стопорные винты сателлитов. Устанавливаю крышку и фиксирую ее винтами. Ставлю на свое место кулачки, а также креплю планшайбу. Далее того, чтобы она заняла точно такое положение, как и ранее, я заблаговременно нанес специальную метку хитрую. Тойота. Тойота. Ну что же, есть у нас теперь блатной патрон. А блатном, как известно, и ночью солнце светит. Разумеется, слово блатной в данном случае в хорошем смысле этого слова. Кроме всего прочего, кроме шуток, хочу просить у вас консультации по следующему вопросу. Стоит ли патрон смазывать? Перерыл я достаточно много литературы. Посмотрел много видео. Одни говорят, смазывать нужно только немного. Другие говорят, категорически нельзя смазывать. Но оно действительно палка на двух концах. С одной стороны, имеются механические детали в патроне, которые трутся, соприкасаясь друг с другом. Следовательно, смазка не помешает. С другой же стороны, если мы туда надокмачем, я извиняюсь, смазки, то даже будет прилипать стружка разнообразная. И уничтожать будет зубчатую передачу. Что делать, я не знаю даже. Вот именно у вас хочу попросить совета. Может, кто знает. Может, есть специальная смазка какая-то. Я новичок, как вы поняли в этом деле, поэтому такой информации не обладаю. Но посаран, как всегда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!